хочу обратить ваше внимание по поводу тому того как иисус христос учил о молитве в книге от матфея 6 главе 5 стихе он говорит такие слова когда ты молишься не будь как лицемер которые любят в синагогах и на улицах и на углах улиц останавливаясь молиться чтобы показаться перед людьми истинно говорю вам что они уже получают награду свою обратите внимание сегодня в христианстве распространены такие публичные молитвы некоторые верующие выходят на площадь а на улице устраивают публичные молитвы да как бы и так сказать чтобы засветиться до показать себя верующими но иисус говорит чтобы вы не поступали таким образом потому что так поступают лицемеры то есть чтобы себя показать перед людьми свою набожность свою веру вот я верующий и тому подобное иисус говорит далее что такие люди уже получают свою награду но ты когда молишься войди в комнату твою и затвори за собой дверь помолившись отцу твоему который в тайне и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно иисус христос учил что молитва должна быть тайная она не должна быть перед людьми она не должна быть на показ молитву иисус отвел молитве тайное место чтобы человек молился богу в тайном месте чтобы твоя молитва не было публичной но чтобы она была тайной чтобы ты мог обращаться господу в тайне и господь видя тайное воздаст тебе явно но лицемеры делали так чтобы показаться перед людьми как иисус говорит они любили молиться на площадях ну казалось бы что здесь плохого молиться на площади до помолиться там ну не знаю за больного за нужду человека но иисус христос рассматривал это как один из мотивов у людей чтобы показать самих себя просто праведными перед людьми чтобы таким образом получить похвалу от народа точно так же как иисус христос выше в этих стихах говорил о милостыни до чтобы люди не творили милостыни с тем чтобы все их видели чтобы они не трубили перед собой и не говорили какие они милостливые тому подобное а молитве иисус говорит то же самое что когда ты молишься твоя молитва должна быть тайная понимаете тогда отец небесный даст тебе благословение он воздаст тебе явно а молясь не говорите лишнего как язычники ибо они думают что в многословии своем будут услышаны не уподобляйтесь им ибо знает отец в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него обратите внимание сегодня в современном христианстве распространена такая идея длительных молитвенных собраний по два по три по четыре по пять по шесть по восемь часов некоторые верующие уходят на молитву чтобы молиться по 5 по 8 по 10 часов и таким образом они думают что что таким образом они угодят богу если они будут совершать свою молитву в течение нескольких часов они думают что такой длительной молитвой они уговорят бога уболтают бога и найдут благоволение в глазах бога как будто бы бог требует от них молитвенную знаете целую такую команду чтобы по нескольку часов вот люди молились его тогда они угодят богу обратите внимание что богу мы угождаем не через свою молитву а угождаем через нашу веру всякий приходящий к богу должен верить что он есть и ищущим его воздает там не сказано что всякий приходящий к богу должен приходить к нему и молиться трехчасовой молитвой стоя на коленях пока не одеревенеют ноги или пока у тебя уже язык не начнет заплетаться всякий приходящий к богу должен приходить к нему с верой потому что бог именно верующим воздает обратите внимание иисус говорит чтобы вы своей молитве не были многословны потому что некоторые думают что чем больше слов они говорят чем длительнее их не молитва тем вероятнее будет услышана их не молитва и так сказать придет в действие в исполнении но это неправда иисус видя твою веру в писании говорится что мы даже иногда не знаем как молиться как должно как правильно но сам дух ходатайствует в нас воздыханиями неизреченными и даже прежде нашей молитвы писание говорит бог уже знает нужду я много раз замечал когда я вообще не обращался к богу с той или иной нуждой но она у меня было и бог отвечал мне на нужду моего сердца мне не приходилось по три по четыре часа умолять бога иногда достаточно просто сказать молитву в двух словах господь ты знаешь нужду мою господь надежда моя на тебя этого уже достаточно чтобы быть услышанным бога ведь на самом деле бог слышит не многословную молитву но бог слышит вашу веру потому что у вашей веры есть голос именно бог реагирует не на многословие но бог реагирует на веру которая внутри человека обратите на это внимание не говорите лишнего потому что именно язычники невозрожденные люди так думают что в своем многословии будут услышаны но иисус говорит чтобы мы не уподоблялись аминь ибо вы ибо прежде вашего прошения он уже знает вашу нужду друзья обратите внимание что это одна из таких важных истин в учении иисуса христа каким образом мы можем получать ответы на молитву важно чтобы бог увидел в нас веру аминь и именно реакция бога не на как не на так не не на молитву как таковую длительную но реакция бога всегда на веру обратите внимание женщина которая страдала кровотечением до много лет она не молилась там 8 10 часов она в сердце подумала да это было действие веры только лишь коснусь одежды исцелюсь видите там не нужно было трехчасовая молитва там нужно было прикосновение верой к одеждам иисуса христа и так было во многих и во многих случаях люди прикасались к иисусу христу своей верой и именно именно действие веры когда иисус видел веру в человеке это производила в боге реакцию да и человек получал от бога просим а иисус всегда говорил именно вера твоя спасла тебя если ты будешь верить сказано ты увидишь славу божью конечно же молитесь прославляйте бога но не думайте что от длительной вашей молитвы будет какой-то результат результат всегда в молитве только лишь благодаря вере